Жители домов на Славянской площади на протяжении нескольких месяцев ведут борьбу с чиновниками Саратовской мэрии. В планах городской администрации обустроить застелы на въезде в областной центр с моста Саратов-Энгельс сквер. Для этих целей мэрия инициировала изъятие земельных участков и расположенных на них домов. В общей сложности город должен расселить 70 жилых помещений, из них 9 квартир граждане занимают по договорам социального найма, остальные находятся в собственности. Владельцам предлагается денежная компенсация. Однако оценка недвижимости и стала камнем преткновения. Люди недовольны предлагаемыми им суммами. К примеру, собственницы одного из жилых помещений в качестве компенсации предложили 238 тысяч рублей. Как говорится, ни в чем себе не отказывайте. Оценку недвижимости проводила тюменская компания Аэроторос. Она согласилась выполнить работы за 141 тысячу рублей. Это более чем в два раза ниже первоначальной цены. По условиям контракта на все оценщикам дали 20 дней. Результат – массовое народное недовольство. На этой неделе жители провели очередной сход. На этот раз к ним пришел один из кандидатов – депутаты областной думы. Лица визитеров все время меняются, но претензии все те же. К сожалению, не все так здесь хорошо и прекрасно, как происходит. Нас по факту выкидывают на улицу. Выкидывают с детьми, пенсионеров, инвалидов и всех остальных. Просто мы не всех собрали. Почему у нас вопрос у всех граждан? Почему нам дают кому-то 272 тысячи, кому-то нам дают 757 за долю здесь. И почему нам дают столько мало? Когда за ларьки крытого рынка давали по миллионам, как вы все знают, за трусы и лифчики, как я называю. Дальше у нас оценка проводилась непонятно как. На место не выходили, но за эти деньги мы ничего не купили. Мы тоже все говорим, как происходила оценка. Оценка происходила какая-то компания из Тюмени. Мы неоднократно задавали вопросы Волжской администрации, в том числе и Бьяненко в электронной писали. На собрании у нас присутствовала глава Волжской администрации, Куи присутствовала, напомните, как она? Председатель Кукоэшни. Чеконова, да. Нам дают 900-700, езжайте и покупайте. Вообще-то мы живем здесь очень долгое время, десятилетиями. Почему мы приехали в деревню, как нам предлагала Куи, Чеконова, куда-то на эти деньги. Езжайте в деревню. Такое было, но просто никто, когда это все началось, никто не записывал. Понимаете, все боялись, как-то люди были несведущие с этой ситуацией. Почему мы должны из этого рояда ехать куда-то? Ну как бы сами понимаете, вот как разговаривать с этими чиновниками, которые вообще не соблюдают закон. Они вот сейчас, вот все жители, они как бы не то, что я инициатор, делать меня главой этого движения. У нас нет движения вообще, у нас каждый сам за себя, просто у нас есть общая проблема. У нас выкидывает на улицу. Мы все будем жить в этом прекрасном парке, в палатках. Ну, кто, на сколько ходит? Ну, за 700 тысяч, я думаю, хорошая палата. Мы ходим, нам говорят, квартира не положена. Я говорю, как? Вы можете. Вот Михаил Александрович сейчас берет и подписывает. Вот этим выделить квартиру. Кто не согласен, просто найти компенсацию. Ну вот, есть дом у нас, где 272 тысячи. Ну что они купят? 9 тысяч за квадрат. 28 тысяч дали соседки наши. У нас люди готовы на крайние меры. Ну что, нам лечь вот под машины вот. Просто мы уже нас накрутили так, что, к сожалению, нервы сдают у всех, даже у меняемых взрослых людей. Гасить волну народного гнева на следующий день пришлось уже мэру Михаилу Исаеву, чьи подчиненные, по мнению жителей, и допустили ситуацию с неверной оценкой. У меня на самом деле тоже на приеме были женщины. У меня тоже вопросы к итоговым суммам, которые в результате подписанных соглашений семья должна получить. А дальше, где купить то жилье или в каком месте. Погромите немножко, можно? Дайте электронатуру. Микрофон возьмется у меня. Может, кричать не хочется. Вот, чтобы на те суммы, которые выкупные получатся, я могла возможность принести живой дом, просто превышить в частный дом. Поэтому надо искать в каком-то территории тот частный дом, который бы соответствовал площади и состоянии и так далее. Кто-то хочет с земли в квартиру идти, но тоже не хочет ехать куда-то в данную территорию. Мы все это обсуждали. И, в принципе, это абсолютно законный право задавать вопросы и защищать свою позицию. Действительно, обоснованно видим, что в ряде случаев ситуация не такая, как нам показали эти оценщики. Но вы наверняка уже все знаете, что оценку нас проводил нагородный контор, который в результате торгов опустился в цене значительно выголовных торгей. Соответственно, это требование федерального закона заключили этот договор к где-то право необычным системам оценщикам, которые подложили наименьшую сумму. Поэтому результаты те, которые есть, мы имеем. То, что имеем, как говорится. Варианты решения данных проблемных вопросов тоже озвучивались. Первый и самый быстрый вариант решения – это обращение в судебный орган для назначения независимой судебной экспертизы. По одному делу экспертизы был оболучен объект площадью 35 квадратных метров. И та оценка, которая была предложена, который выбрал торги МОС, если касаемо самого жилого помещения, получалось где-то 36 тысяч за квадратный метр, без учета земли. Землей – это порядка 40 было по данному оценщику. То те результаты, которые показал судебная экспертиза, вместе с земельным участком – это 177 тысячи выездов в квадратный метр. Ну, токовые – это 2, еще скажу, 2 700. 2 700 – получит человек все землю, да? Да, землю вместе землю. Эксперт выходил на место, во-первых. Он оценил состояние, на самом деле, этого помещения. Плюс ко всему, эксперт учел в оценке такие вещи, как площадь земельного участка, потому что не во всех экспертизах, которые, значит, в тех оценках, вернее, которые представляла мотокам компания Нагородной, не везде была оценена земля. Мы с этим столкнулись на встрече с ГАЖами. Плюс учитывал эксперт в рамках судебного заседания расходы на переезд, который может повлечь смену места жительства. Ну, и другие убытки, которые тоже могут возникнуть. Нельзя сказать, что 77 тысяч рублей будет у всех, кто зайдет в суд, потому что ситуация у всех разная, мы с вами тоже знаем. Где-то есть сгоревшие дома, которые, в принципе, непригодны для проживания. Поэтому, я еще скажу, ситуация выглядит индивидуально. Своей стороны, мы готовы оказать всю необходимую помощь в юридическом, потому что этот вопрос тоже гражданам задавали, в части необходимых следствий на 2 карта. На облаты экспертизы. Хочу вас заверить, как предприятие юридической службы, мы готовы юридические консультации все оказать, сопроводить в этом направлении. Что касается облаты экспертизы, она также будет расширяться за счет муниципалитета в судебном порядке. Что касается фильма, который Оксана провела, об этом тоже надо сказать. У нас предложение следующее. От вас, как от собственников комитета управления имущества, готов принять заявление с претензиями, в чем вы не согласны в той оценке, которая была изначально представлена. Что эксперт, по вашему мнению, не учел. На основании этих заявлений будет подготовлена претензия, в адрес той организации, которую эту оценку проводила. В мэрии несправедливость оценки признают, но делать оргвыводы в отношении подчиненных Михаил Исаев не спешит, хотя их недоработка для жителей очевидна. Главные претензии жители адресовали председателю комитета по управлению имуществом Светлане Чеконовой. Но, по версии мэра, она не эксперт, а потому дать заключение объективности оценки просто не могла. Вопрос на встрече не прозвучавший, но явно напрашивающийся. Как бы вели себя чиновники, если бы оценка была завышенной? Тоже бы приняли безоговорочно. К примеру, каждому собственнику по 10 миллионов. Так или иначе, по итогам встречи решено индивидуально решать проблемы каждого собственника. До финала этой истории еще далеко.